Не золото, а блестит. Недорого, но красиво и востребовано во все времена. Бижутерию часто недооценивают, но оказывается зря. Елена Юрова, частный коллекционер, увлеклась бижутерией более 20 лет назад. Когда она была в гостях у зарубежных коллекционеров, ее спросили, что такое русские бусы. И она говорит, я как-то сразу экспромтом не смогла ответить на этот вопрос. Что-то такое ответила, туманное. А потом, когда вернулась домой, задумалась очень серьезно на эту тему, что такое русские бусы. Стала искать ответ, изучать историю, собирать экспонаты. Сначала бижутерия была частью народного костюма. Долгое время носить подделки считалось мавитоном. Революция стерла сословные границы, и искусственные бусы навсегда вошли в моду. Елена Сергеевна собрала украшения разного времени в коллекцию под названием «Не золото, а блестит», которая сейчас представлена в Звенигородском музее. Украшать себя любили женщины во все времена, и это не обязательно должно быть золото или драгоценные камни. Например, на выставке я нашла украшения, которые актуальны и в наши дни. Бусы и клипсы, браслеты и броши из металла, пластмассы, стекла, дерева, бисера и даже хлеба и бумаги. Здесь, если приглядеться, видно, что это полосочки бумаги, они скручены в бусинки. А практически ведь незаметно, так красиво смотрятся. Вот эти из бересты, из бумаги, розовые бусы – это тоже бумажные. Такие модные безделушки доступны всем. Чем их больше, тем лучше. Они дополнят любой наряд. Платья из фонда историка моды Александра Васильева, украшенные бижутерией из этой коллекции – яркий тому пример. Платья самое раннее, это начало 40-х годов, 42-й год, черное платье. И платья все немецкие, западные Европы. Такие платья, конечно, увидеть в Советском Союзе было сложно. Выставка «Не золото, а блестит» в Звенигородском музее будет интересна ценителям прекрасного со всего Подмосковья. Полюбоваться коллекцией украшений могут все желающие до конца октября. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».